Всем доброе утро! Я сегодня осталась дома, потому что все-таки с утра побаливала нога и я решила остаться. Проснулась с будильником, походила немного по дому, чувствую побаливает нога и до работы не дойду. Поэтому, чтобы время зря не терять, решила испечь сегодня рулет из дрожжевого теста. Когда мои проснутся муж, дочка, то уже все будет готово и тепленькое и можно будет пить с кофе. Я сегодня хочу испечь дрожжевое тесто. Обычный мой рецепт показывала много раз. 350 грамм теплого молока, 1 стакан сахара, щепотка соли и 1 третья часть мокрых дрожжей. Мокрые дрожжи, которые маленькая пачечка. Все теперь хорошо смешать. Сюда же нужно разбить одно яйцо и мука. Муки приблизительно килограмм. Я сначала отмерила килограмм, просеяла, но потом досеяла еще приблизительно грамм 100. Так вот у меня в рецепте и написано 1 килограмм плюс-минус 100 грамм. На такое количество молока. Мы очень много печем, очень много выпечки обычно у нас. Просто сейчас лето и очень жарко этим заниматься. Сегодня более-менее такой прохладный день, поэтому я решила. Вчера пекла пиццу. Влада не очень любит пиццу с ананасами, поэтому ей была пицца с грибами. Но и у нас очень много любят пиццу с грибами, поэтому большая часть уже съедена. С грибами съели. Сделаю сладкие рулеты. И как раз это будет и пицца, и сладкие рулеты, и еще завтра день перед выходными. Поэтому будет что есть. Вот досыпала я 100 грамм. И вот видите, остается мука. Вмешиваю. Но тесто не должно быть сильно твердым, сильно тугим. Поэтому немножко остаток высыпала. И продолжаю вмешивать. Тесто мягенькое, податливое. Я жменью подсолнечного масла, смазываю тесто и оставляю под полотенечком подходить. В это время у нас выключили свет, поэтому немножко я установила камеру. Немножко будет тень. Делю подошедшее тесто напополам. Раскатываю не сильно тонко, но и не так, чтобы сильно толстое было. Смазываю граммой подсолнечного масла. И у меня сегодня рулеты будут с корицей и с сахаром. Поэтому засыпаю все корицей. Притрушиваю немножко с сахаром. И скручиваю рулет. И выкладываю в форму. У нас такую форму посредине, как она, кексница. Кексница называется чудо. Я выкладываю в такую форму. И разрезаю ножничками, чтобы при выпечке не было сильно порванное тесто. Будет пар выходить, оно будет хорошо подходить и будет красивый узор. Со второй частью теста проделываю то же самое. Но тут еще блогер, еще тот видеосъемщик, оператор. Все посыпала. Потом немножко зацепила камеру. И решила ее передвинуть. И в это время выключила камеру. И забыла включить и не показала, как делала вот этот красивый рулетик. Делала таким подобием, как паски краффины. То есть завернула рулетиком, потом разрезала и один на один наложила. Получились вот такие красивые. Немножечко постоят, буквально минут 10. И отправляю в духовку, разогретую до 200 градусов. И выпекаю до готовности. Проверяю палочкой. У нас отключили свет. Но у меня газовая духовка, поэтому у меня все допеклось. Все нормально. Сейчас достану его. Хорошо смазывала, но что-то где-то прилипло. Ой. Я, девочки, как обычно. Самый красивый рулетик, который. И я его не записала, как я его делала. Ну и чего ты? Чего ты не хочешь? Давай, вылазь. Опа. Сахар пристал, с одной стороны. Хорячий. Вроде бы и смазывала, но видно сахарочек и пристал. И второй красавчик. Надеюсь, ты выпадешь как положено. И этот не хочет. А ты чего не хочешь? Так, сейчас попробуем еще раз. Потому что сладкий. И теперь... Так, сейчас посмотрим. вот такие два рулетика у меня получились этот тоже пристал вроде промазывала хорошо но пристал может масло недостаточно было жирненькая пристали но ничего вывернулись хорошо я не считаю что это обычно в этой форме меня хорошо выворачивается почему в этот раз не знаю красавчики получились утром как раз все проснулись мы идем пить кофе без света будем заваривать сейчас на плите на улице немножко стало по прохладней мы вышли влада она тешит тузика не успела стать почесать свою ногу и подняла ее и сразу прибежал тузики тоже сразу в момент перчатки полетели у нас поднялся ветер сегодня целый день ветер на улице хорошо так можно сказать даже и не жарко я еще дома сегодняшний денечек решила добыть так сказать прочитала ваши комментарии всем спасибо за поддержку всем спасибо за пожелание здоровья я думаю что все будет в порядке сегодня уже значительно лучше я начала пить антибиотик который мне назначили в общем-то он дал сделал свое дело утром проснулась походила походила так думаю так лучше перебыть перебыть сегодня дома а вот этот анализ который мне назначили в общем для перестраховки его мне назначили чтобы перестраховаться что это не клещ я его не думаю я клеща не снимала не знаю сам он может отпасть или нет мог отпасть или нет но я сразу этот укус заметила там еще была просто красненькая такая точечка мне сразу этот укус заметила и он установилась все больше 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 меня уже когда-то кусали такие ложки но не с таким большим эффектом я до впрыснутого было то есть в общем к врачу я не обращалась а это прям такой и значит этот анализ нужно сдавать через на 15 день после укусов 12 день поэтому 29 числа мне идти хорошо что это в субботах и мне идти как раз на анализ это кровь кровь из вены то потому что его счастливы вы вышли сюда хоть посмотреть но где-то вдалеке вдалеке гремит конечно а гремит потому что у нас вот такая туча на в нами держится это в той стороне харьков и вот с харькова идет туча а там вот нет тучи и где-то где-то гремит гремит натянет сегодня дождик как и обещали солнце вышло прям так очень даже черное стало но это против вёдра здесь у нас летают вода на ведро прилетела пустое видно где-то стояла два ведра два ведра на улице хорошо не сильно жарко так малина по чуть-чуть начинает поспевать совсем это вот с одной стороны один куст совсем по чуть-чуть по чуть-чуть в общем то вся малина еще не начала влада иди малину по обрывай влада владочка владочка покорми меня пожалуйста кормом владочка да иди сюда влада тут его подкармливает кормом владочка владочка я твой на веке владочка пока есть корм мне так не очень удобно стоять я скажи вообще не пойму да тузик мне намазали ногу этим как она называется фукорцин фукорцин фиолетовым сказали точечное место укуса мазать коля мне намазал прям по всему этому тут припухшим еще бы влада и не против тут постоять и покушать просто я вот это вот с камерой его его напрягают это салфи палка мой скажи владочка 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 если б не это аня с палкой и со своим телефоном тузик кто там пришел кто пришел у нас он опять трава наросла не успела я еще от одних укусов от прошлой травы отойти как уже новая трава у нас здесь нет асфальта впереди самого двора вот и получается так что она здесь растет это когда в прошлом году выкапывали яму сливную и вот здесь вот это влада входит замерзла и вот здесь вот тоже промыла сделали такой проход чтобы можно было хотя бы во двор сухими заходить не грязными а здесь еще ждет когда утрамбуется земля ну а здесь не утрамбовалась земля и получилось что провалилась у нас прошел дождик опять перчатки валяются с ветром снесло ветер успокоился дождик такой хороший прошел я с хвостиком где-то выпал град потому что похолодало покажу розу сейчас где вот это хвоста и не надо ее ногами трикать и пойди оденься если тебе холодно пойди оденься то пойди оденься так мы пойдем за дом туда надо посмотреть на петуньи что значит пойти пошли дожди и розам как раз самое то чтобы цвели эти уже оцветают уже целую неделю дожди идут им нравится я бы еще конечно вот здесь вот посадила розу но мама говорит и так густо насажена но посмотрим если куплю красивую эту посажу у меня у соседки вот такая красивенная плетущаяся роза она так на мою сторону вот плеть вот плеть красивая роза не пахнет эта роза не пахнет но цвет красивый нравится сейчас розам цвести поэтому то вообще в принципе все цветы более-менее ожили и хвоста начала цвести правда немножко и здесь жарковато пекутся листочки а это хвоста тоже цветет но ей нормально лада иди оденься пойди оденься у ноги замерзли поди штаны день идем поливать петуньи но я не туда прошел уже дождь поэтому я думаю что их поливать не нужно а ты прям их поливаешь да да не говоришь они ну конечно говорю что вы поливаю все мокрое все побито дождем кошмар просто в общем вы уже поняли как как у нас стоят лужи и петуньям нравится на завтра передают кстати на завтра передает 14 градусов тепла и не знаю или на утро или на день ну как по мне чтобы не жарко так в принципе хорошо как для огурцов то наверное не очень хорошо не знаю я сказала тогда когда мы выкапывали чеснок что я чувствую с погодой в этом году но всего на консервируем ягоды все померзли и все померзла поэтому не знаю что будет и как будет на какой цене кстати я нашла свое видео двухгодичной давности и мы думаем что сейчас цены поднялись видео двухгодичной давности там я покупала в такое же время огурцы и клубнику то цена была точно такая же как и в этом году такой у нас вечер мне хорошо владе прохладно ничего на ночь как раз можно открывать окно спать с открытым окном но под одеялом я люблю так когда прохладно но под одеялом такой у нас вечер даже заняться не чем дождь и сделал все дела за нас полил питуньи вода стоит кривляется полил питуньи она просто уже завтра сто процентов иду на работу уже сегодня хожу ну можно сказать такие даже бегаю намазали фурацелином вот этим же выпила антибиотик и перестала вообще болеть нога так что я так понимаю воспаление прошло как только выпила антибиотик у меня антибиотик на три дня по одной таблетке в день что закончился мой больничный завтра на работу пятница один денечек и выходные всем мира всем добра до новых встреч и всем пока практически стих все всем пока